Солнце 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 Здесь Россия Начинается С нас И в этот праздничный, торжественный день Мы приветствуем всех наших земляков А также благодарим уважаемых гостей Которые вместе с нами Разделяют радость этого дня Жизнь в Минкесепском районе Насыщена яркими Событиями Ведь все знают, что наш район Один из самых динамично Разливающихся районов Ленинградской области Добрый день, коллеги Добрый день, дорогие зрители Сегодняшний праздничный выпуск Явт ТВ ведут Дмитрий Мустаев и Наталья Вострецова И, конечно же, самая главная тема Последнего времени, это юбилей Кемисепского района И мы предлагаем прямо сейчас Познакомиться с теми пожеланиями И поздравлениями, которые Оставляли жители нашего района В социальных сетях Под хэштегом Кемисепт Район юбилейник Дорогие жители Кемисептского района Земляки, я поздравляю вас С таким большим праздником 90-летним нашего Кемисептского района Успехов в спорте И больших побед Сегодняшний праздник День рождения И сегодняшний праздник У нашего района И мы, курсанты Войненно-патриотического Клуба армии Хотим пожелать им Благополучия, Просветания, Солнечный праздник Будьте родительными Хозяевами своей малой Родины С юбилеем, дорогие друзья! ПЕСНЯ ПЕСНЯ 30 ноября 2017 года, в канун 90-летнего юбилея, в этом зале состоялась торжественная церемония награждение жителей, внесших большой вклад в развитие Кенгисевского района. Сегодня на нашем юбилейном празднике присутствуют почетные гости. Губернатор Ленинградской области Дрозденко Александр Юрьевич. Добрый день, уважаемые церемонии, добрый день, уважаемые гости города Кенгисевского района. Я хочу сказать, что Кенгисевский район на современной карте России был, если остается, стратегической точкой развития. И не только потому, что это приграничный регион, и только потому, что здесь активно строятся портовые комплексы, химическое производство, но и потому, что действительно район, который имеет очень хорошие темпы развития не только в настоящем, но и имеет хорошую перспективу будущего. Я вспоминаю целую приятную работу в этих районах. Это и Мазур, и Мячин, и Ленец, это и Грибков, Устов, Корнеев, Чиликин. Можно про Кенгисевский район сказать очень короткую, но емкую фразу. Мы гордимся своим прошлым, мы живем настоящим и вымерим будущее. Я хочу сказать, что сегодня в Кенгисеве уже хорошие экономические перспективы. Буквально на днях мы в правительстве провели несколько серьезных переговоров, в том числе с компанией «Содружество», которая планирует открыть в Кенгисеве терминал зерновых удобрений объемом 5 миллионов тонн. Это тот проект, который мы очень давно ждали. Мы сегодня работаем уже серьезно над реализацией проекта «Нордстрим-2», который пройдет через Кенгисевский район отправной точкой входа в Тинский залив на Балтийское море, будет именно Кенгисевская земля, которую будет строить Газпром. Мы буквально вчера подписали предварительное соглашение о намерениях инвестирования в Кенгисевский район группы «Еврофим». И при реализации всех взятомых планов нас ждет практически удвоение объемов производства, которые сегодня есть на просмотре. Устройку района пленеров Ленинградской области – это значит, что у молодежи будет перспектива оставаться в родном районе. И самое главное, что не только район, но и вся страна будет развиваться, потому что это все стратегический проект. Но мы также и подготовили программу социального развития Кенгисевского района, потому что мы прекрасно понимаем, что жители должны видеть параллельные движения и экономики, и социальные следы. И не случайно в наших ближайших планах, буквально это год-три года, это и строительство амбулатории Листина и Котельского, это и строительство детского сада в услуги, завершение целого ряда объектов, которые мы строим, это школа в Пустомерже, это и бассейн, большой бассейн, который мы все через три года будем открывать в Кенгисевске. Это и дорожное строительство, я подписал распоряжение в отделении 300 миллионов в 2018 году на ремонт Кенгисевских дорог, в том числе такой дороги, как 1 мая услуга, которая полностью будет соответствовать европейским стандартам, реконструкция Таллинской агрессии и многое-многое другое. Мы четко понимаем, что в Кенгисевске все должно быть на европейском уровне. И экономика, и социальная сфера, и уровень жизненности подготовить проект реконструкции Дома культуры химиков, и мы полностью из бюджета правительства Ленинградской области оплатим его реконструкцию с тем, чтобы он выглядел так же красиво и хорошо, как тот Дом культуры, в котором мы находимся. Мы очень близки к тому, чтобы получить решение, за которое мы давно уже бьемся, с тем, чтобы для российского гражданина по паспорту, без иностранной визы, а именно по советскому паспорту, был открыт Ивангород, и мы готовы инвестировать серьезные деньги в реставрацию строительской части Ивангорода. Плюс мы приняли решение, вы знаете, продолжить строительство спортивных объектов в Ивангороде, а также набережные, и все это мы уже заложили в пятилетний бюджет. Мы входим в первую десятку субъектов Российской Федерации по уровню бюджетной обеспеченности и отсутствию долгов в пересчете на одного жителя. При том, что все наши соседи – это нефтегазовые регионы, и регионы, где есть другие полезные сокопаемые, такие как уголь или алмазы, или город Москва, но я всегда говорил и буду повторять. Наше самое главное достояние, наши самые главные ресурсы – это не нефть, не алмазы, это наши жители, которые умеют работать, у которых есть чувство гордости за свой родной край. И еще раз повторю, самое главное – это привычность поколения. Мы действительно сегодня перенимаем все лучшее у наших ветеранов, мы воспитываем нашу молодежь в духе любви к родине и патриотизма, и мы уверены, что у нас прекрасное будущее. Мы сегодня инвестируем достаточно серьезные деньги в здравоохранение, и, наверное, самое главное, что практически по всем направлениям у проекта Ленинградской области сегодня есть программа развития. И очень важно, чтобы мы сегодня вместе с вами, с жителем района, отмечая 90-летний юбилей, говорили не столько о нашей истории, хотя мы должны о ней говорить и о ней гордиться, сколько говорить о том, как мы будем жить дальше, и настраиваться, что от каждого из нас, и здесь сидящих в зале, и тех, кто живет в городе, в районе, зависит, каким будет район и область в последующие годы. Кто-то сегодня является руководителем предприятия, организации, кто-то сегодня является предпринимателем индивидуальным и работает на себя и на свою семью, кто-то является бюджетным служащим, кто-то находится на пенсии или учится. Мы все должны, каждый на своем месте, делать одно большое дело. Это, прежде всего, любить свою родину, стараться, чтобы каждый день, который мы отдаем работе или общественной жизни, был полезен для нас и для окружающих, но и самое главное, горячо верить в свое будущее. Я поздравляю вас всех с праздником, с 90-летним юбилеем, но поверьте, это только начало нашего славного пути. Спасибо. 8 сентября 2017 года Директору общества с ограниченной ответственностью производственной коммерческой фирмы «Хлеб-Пест» присвоено звание почестной работник Агропрометчиного комплекса России в области Александр Юрьевич Дрозенко. Замна коллектива, добросовестный труд, Большой личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения награждается Побова Марина Владимировна. Наталья Сергеевна, колдовщик жилетно-рожного цеха общества с ограниченной ответственностью промышленная группа «Сбори». Победительство в Ленинградской области награждается Ильина Марина Павловна, хранитель музея боссской культуры деревни Луцы Усть-Лунского сельского поселения. Уважаемый комбинатор Ленинградской области, уважаемые руководители, которые руководили районом в свое время, почетные граждане, уважаемые депутаты, уважаемые гости нашего района, уважаемые коллеги Кингисепси. Сегодня у нас большой праздник. Сегодня настоящая зима, сегодня 1 декабря, сегодня первый настоящий снег, и сегодня настоящий юбилей. Целый год мы проводили разные конкурсы, мероприятия, честно вспоминая нашу историю, потому что именно юбилейную дату как раз вовремя вспомнить прошлое, поговорить о настоящем, как мы живем сегодняшней жизнью. И, конечно, самое главное, построить планы для себя и построить так верно планы, чтобы будущие поколения шли по правильной дороге. И сегодня губернатор Ленинградской области Айсай Юрьевич Грозенко как раз об этом все очень подробно сказал. Мы прекрасно понимаем, как строилась жизнь на этой территории. Мы вспоминаем коренные народы, води и жоры. Мы недавно открыли памятник и вспомнили колонистов, немецких колонистов, немцев, которые заселяли эту территорию, финнов, эстонцев. И именно они тогда зарождали сельское хозяйство на нашей территории. Мы посмотрели в разные исторические справки, подняли много исторических материалов, и именно наша земля, Ямбурга, яма Ямбурга была очень знаменита сельским хозяйством. Оно здесь поднималось, развивалось, имело очень высокую культуру, была высокая урожайность, высокие надои, крепкое крестьянское, настоящее сельское хозяйство. Но время шло, естественно, мы вспоминали и победу Петра Великого, и мы вспоминали именно Ямбург, сколько здесь было прекрасного сделано за те времена. И Сварид из 8-тысячного Кингисеппа сделал город в 50-тысячное население за коротких 20 лет. И сегодня мы гордимся, что город у нас, как мы говорим, город старый и молодой, потому что мы всегда говорим Ям, Ямбург, Кингисепп. И не разделяем город Кингисепп и район, мы не разделяем наши поселения, Ивангород, еще 9 сельских поселений. Мы стараемся вместе с правительством Ленинградской области динамично и по очередину развивать все социальные объекты на всех территориях нашего района, чтобы жители района чувствовали, как развивается промышленность, так и развивается социальная инфраструктура, социальная среда. Я надеюсь, что Кингисепп все это замечают. Я уверен, что мы и дальше также вместе с правительством Ленинградской области будем идти нога в ногу, развивая социальные объекты, а это значит, мы будем увеличивать, будем усиливать качество жизни кингисеппцев. Это наша задача, создать комфортную среду во всех сферах жизнедеятельности нашего населения. Что-то у нас получается, что-то мы уже абсолютно решили даже, но что-то мы еще в пути, мы в процессе, чтобы снять те проблемы, которые накопились десятилетиями, которые за один день снять нельзя. Мы откровенно признаемся перед гражданами, что мы эти проблемы знаем и будем их снимать. Ну и, конечно, современный кингисепп, это порт услугов, это 100 миллионов грузов. Когда-то в советское время Эстония, Латвия, Литва, Финляндия отгружали всю экспортную продукцию и поступал импорт на территорию Советского Союза. Сегодня только один кингисепп выполняет эту задачу за эти три бывшие республики Советского Союза. Мы сегодня были на прекрасном подведении итога конкурса «Золотые руки». Вот где главное – престиж профессии. Сегодня престиж профессии рабочего человека поднят на ту достойную величину, как должно быть по-настоящему. И за кингисеппский район не стыдно говорить, что у нас сегодня любая рабочая профессия дефицитная, высокооплачиваемая. У нас нет безработицы. Мы, наоборот, привлекаем прудовые ресурсы из глубины Российской Федерации, из других регионов, активно строим жилье. И у нас это получается. Мы смотрим в будущее. Уважаемые кингисеппцы, от всей души поздравляю всех вас с юбилейной датой. Желаю вам счастья, здоровья, бодрости духа, уверенности в завтрашнем дне с праздником, с юбилеем. Саша Суйков, Игорь Валентинович, федеральный директор ОАО Европейский серный терминал. Николай Васильевич Малашенков, мой дед, работал водителем автомобиля в колхозе имени Ленина и, соответственно, потом в совхозе «Колос». Бабушка Малашна, Владимира Матвеевна, работала заправщицей ДСМ в колхозе имени Ленина, потом, соответственно, в совхозе «Колос». Мой дед, Жар Фолис Андрей Иванович, начинал работать в колхозе имени Ленина, потом в совхозе «Колос», работал трактористом. Мой папа, Тресler Сергей Михайлович, работал трактористом в колхозе имени Ленина, затем в совхозе «Колос». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Вчера в Семейске партизан казнили и деревенских. 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 Что значит война? Вчера в Семейске партизан казнили и деревенских. 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 Семейске партизан казнили и деревенских. Вчера в Семейске партизан казнили и деревенских. Вчера в Семейске партизан казнили и деревенских. Семейске партизан казнили и деревенских. Семейске партизан казнили и деревенских. ...чтобы сварить свою продукцию во всей республике, поставлять. Даже в Грузии. Неужели правда? И в Грузии, и на алтаре, и даже за границей. Район теперь важным станет промышленным. А город построен так, чтобы и детские сады, и школы, всего как мало говорится, и специальный зал на танцах. Стадион, следовая площадка. А бассейн? Раньше всех нам приходит рассвет. Сняться людям иногда, для глупые города, у которых названия нет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 открытие детской и взрослой поликлини. В рамках программы «Жилье для молодежи» 31 семья работников бюджетных учреждений получила жилье в новом доме Кингисепа на улице Строители. Обычно после обзора новостей следуют новости спорта. ПЕСНЯ «Жилье для молодежи» Кто-то скажет «Да это ж искусство » Здравствуйте, дорогие и уважаемые, любимые жители Кингисеппы, Кингисеппского района. Это самый спортивный район вообще Ленинградской области и всей России. И я очень счастлив, что из нашего любимого города Кингисеппо, из нашего района вышло так много замечательных и известных популярных в России спортсменов. И я считаю, что в будущем их станет еще намного-намного больше. Я с удовольствием и с радостью поздравляю всех вас с праздником, с этим замечательным ювелиром. Хочу пожелать нашему району процветания и дальнейших спортивных успехов. Ваш Александр Киржаков. Хочу пожелать нашему району процветания и дальнейших спортивных успехов. Хочу пожелать нашему району процветания и дальнейших спортивных успехов. Аплодисменты Навсегда остаётся земля, где вырос Россия моя! И космос она, и простор океана Нас вонят загадочные силы своей Но ждёт нас Россия, любя и прощая Как матери любят своих сыновей Россия, любя и прощая Мы пришли на файл, я не знаю Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Аплодисменты